Должен быть, я не знаю, я еще раз ребутнул телефон. Давайте попробуем, проверим. Сработало оно или не сработало? Если не сработало, будет достаточно обидно. Так. О, плюс уши. Огонь! Четко, четко. Так, сейчас я тогда еще разочек проверю, как мне ехать, потому что сегодня... Ага. Сейчас. Точка доступа. Ништяк. Правда, 1000 Санс у меня не показывают зрителей, показывают, что... А, вот один, один. Ты появился, видимо. Так, что там... Сейчас я проверю, чтобы правильно ехать, потому что Москва такое место. Это можно очень легко заплутать. С количеством дорог и пробок. Я уже даже сбился, о чем хотел поговорить. Непрофессионально это, конечно. Так, work. 40 минут, серьезно? Так, 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 так. Окей. Все, поехали. Аллилуйя, я сразу, слава богу, наконец-то все настроил. Слава богу, такая тоже фраза, над которой можно задуматься. Давайте подождем, наверное, еще народа. Вот. И я уже не знаю, учитывая, что такая ахинея творилась первые... Я уже час еду, на самом деле, из-за вот этих всех стопов. Я, в принципе, через где-то 15 минут должен был доехать уже до Йота-арены. Даже через 10. Но нет, из-за приколюх со стримом, со твич-апом возникли, как вы понимаете, сложности. Давайте подождем еще народ. Я этот стрим еще и не анонсил никак в твиттере. Там, типа, старая ссылка. Хотя, я не знаю, наверное, она сюда же и приведет, ссылка, то есть все-таки на канал, а не на конкретный видос. Это, кстати, удобно в твиче. Звук! Да! Шизо РС. Кстати, что значит твой никнейм? РС это, типа, как Шкода Октавия РС. Типа, гоночная серия. У меня просто была знакомая, ну, даже подруга, наверное, можно так назвать, Катя. У нее был никнейм Шизо. Это середина нулевых. Чатики, типа, Мирки. Только это был локальный чатик. UK Cable он назывался. Буквы сочетания. Пир-ту-пир, вот. Пир-ту-пир. История, где мы скачивали всякие... Ой, что-то у меня... Держал какой-то телефон, и немножко грустно себя чувствует, видимо. Комфорт, сетевой чат. Я пытаюсь сейчас понять, как... Ну, типа, я рассказал про этот чатик, а как это... Дерьмо. Красный свет. В смысле, типа... Что значит твой комментарий? Комфорт, сетевой чат. Вчера был классный стрим. 20 человек собралось под конец. Общались за жизнь, за работу в киберспорте. Вообще классно. Сегодня как-то не задалось с самого начала. То не хотел запускаться стримчанский, то потом не было звука. Очень грустная история. Давайте просто поедем. Я еще... Надо было заехать, хоть бургеров купить реально. В БК или МакДаг. Так хотелось хавать. И хочется до сих пор хавать. Так, если что. Саша, привет. Фолей 016. Георгий Фолеев. Нет? В любом случае, привет. Бист 15. Привет. Почему показывают 4 зрителя? А здесь уже как минимум 4 человека в чате. Неужели все зрители участвуют в чате? Такого не бывает, по-моему. Блин, смайлик с енотом. Нет, всего лишь Иван. Иван Фолеев. Ну, все равно привет. Приятно познакомиться. Так, сейчас вот куда поехать? Направо или прямо? Направо или прямо? Давайте прямо попробуем поехать. комфорт чат, сетевой чат был популярен, когда был лимит на интернет. Ну да, это примерно где-то, какой получается, 6, 5, 7, где-то годы, 8. Я, если честно, не застал комфорт чат. И, ну, просто мимо меня, может быть, прошло. Это онлайн такой большой, да, я так понимаю. Ну, то есть не локальный на какую-то сетку, а прям полноценный такой чат на весь интернет. Прикольно название. Комфорт. У нас была локальная история, была сеть инфолайн, сейчас называется, по-моему, смайлнет провайдер. До этого был инфолайн. Там, конечно, все это на коленке делалось. Они были, пожалуй, чуть ли не первопроходцами такого серьезного интернета. Оптоволокно впервые прокладывали в Подмосковье. Вот у них был Королев, Балашиха, по-моему, Железнодорожный, возможно, Мытища, Щелкова. Прошу прощения, я сегодня никак не могу отойти от выходных прекрасных. Хотя уже вроде бы четверг, пора бы. Вот. И там был, собственно, у нас StrongDC и Cable. Это сетку peer-to-peer, где можно было скачивать файлики, расположенные у других людей. Там был доступ, только если ты что-то там минимум 10 гигабайт открывал для других. Такой Советский Союз в интернете. Ничего себе, все другим. Сетка провайдера, все, понял, да. Комфорт чат, это... Ну, я не знаю, почему у нас не было такого. Возможно, там как-то зависит от настроек сети. Я вот такого чата тоже не помню. Аська наша все. Аська была, да. Но она была для общения с людьми из других городов, коих у меня там до 20 лет было не так уж много. Ну, несколько человек. Человек 20, может, контактов у меня там было. А вот UK был, там прям нормальная тема была. И самое забавное, что когда я работал в игромании... А, уже в Virtus.pro даже я работал, на Бауманге мы сидели. Я сейчас так недалеко тут проезжаю. Что-то вопрос меня отвлек. А ты не чилишь на стримах у Валеры, как Рамзес и Соло? Я не знаю, кто такой Валера. Что у него за стримы и что значит чилить на стримах, если честно. Я сейчас, в принципе, чилю. Расслабляюсь, если ты об этом. Вот. Напиши, типа, я не очень понял, что за движуха. Мб, из-за того, что я с Украины? Да. С Украины или из Украины? Кстати, довольно принципиальный вопрос для некоторых твоих сограждан. Я вот говорю из Украины и в Украину, а не на Украину и с Украины. Мне почему-то не нравится вот это вот на Украину. Что делает? Чувак едет на каршеринговой тачке и делает вот так вот. Что-то я говорил. Забыл уже. Да. Вылетело из головы. Да и фиксит. Задавайте какие-нибудь вопросики. Вся ваша команда виртусов по доте там зависает. Гладиатор Валера. В смысле, в чатике у гладиатора Валеры. Ну, во-первых, команда виртусов уже не совсем наша. Она уже такая, типа, отдельная достаточно от меня. Вот. И... Ну, я с ребятами общаюсь, конечно. Ну, там, с Лёхой, наверное, больше, чем с кем бы то ни было. С Лёхой и с Пашей. С Нуном Рамзесом не особо. Ну, а с Роджером мы просто не очень хорошо знакомы. Хотя в Юшках, кстати, получилась как-то мне неплохая с ним на эпицентре. Хреной себе, чувак, куда ты едешь? Просто чуть-чуть, типа, сейчас не приехал в меня. Дебилый кусок. Короче, я понял. Ну, типа, в чатике, да, они зависают у гладиатора Валеры. Непонятно, что они там делают, правда, и зачем, и почему. Кто это вообще? Мне тоже непонятно. Ох, этот мир стримеров, такой необычный. Типа, я знаю чуваков, которые, как Киркоров, наверное, от стриминга. Ну, типа, Мэда, ВЛГ, там, с Нелкика можно туда отнести. Ну, то есть, таких, наверное, самых топовых чуваков, кто стримит. А вот, в целом, я не так, чтобы зависаю часто на Твиче. А ты сейчас вообще где работаешь? Я сейчас работаю в студии Рухаб. Собственно, мы сидим в одном здании, в Йота-арене, с менеджментом Виртузов. Игроки у нас посещают крайне редко Йота-арену, но бывают тоже. В основном мы пересекаемся все-таки на каких-либо турнирах. Каких-либо. На эпицентре, короче, пересекаемся. Вот. Ну, и на Инте. Но на Инте в этот раз меня не будет. Так что мы там не пересечемся. Такие дела. Так, скорая медицинская помощь. Надо пропустить. Ну, я помню, ты был аналитиком на FIFA на каком-то из последних туриков. Да, это был чемпионат России по интерактивному футболу. Я не совсем был аналитиком. Я был ведущим студии аналитики. Хотя, в принципе, анализировать тоже мог бы. Все-таки я в FIFA играю достаточно неплохо. Ну, тоже так, с переменным успехом. Типа, если бы в FIFA были бабки нормальные, можно было жить, ну, хотя бы как в Лоле. Типа, там, ну сколько? Меньше сотки, конечно, получается. Но 1080 получают лолеры топовые. Вот. Я думаю, что я бы в топ-10 по FIFA точно входил бы. Ну, а так, ну, в СНГ. В России, наверное, даже в СНГ. В СНГ есть другие крутые парни. Типа Ёжика, Тико, тоже неплохо. Вот. А так, FIFA, конечно, это чисто хобби. Сейчас рассматривать это как профессиональный киберспорт вообще нельзя. И ставку на это делать вообще нельзя. Только если ты молодой, горячий, обязательств еще нет, семьи, там, варплаты, не знаю, у кого что еще, там, ипотеки, кредитов, алиментов. Вот. Поэтому FIFA, мне смотреть ее нравится. Типа, когда есть турнир, я с удовольствием наблюдаю. Но пока продакшн полное дерьмо. Вот по всему миру, как ни странно, казалось бы, ФКС делает самые крутые турниры по FIFA. В плане продакшна, в плане приглашенных селебрити. Ну, само качество футбола, конечно, это зависит от игроков, от уровня среднего участников турнира. Наверное, здесь, конечно, чемпионат России, Кубок России уступает мировым турнирам. Но в плане продакшна и лан-части из того, что я смотрел, из того, что кто-то рассказывал о своем опыте участия в таких турнирах, ФКС делает просто самые крутые туричи. И это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, даже немножко грустновато, что... Ну, все-таки, я думаю, Electronic Arts должны делать самые крутые турниры. Это типа как Valve и International. Может быть, очень много ESL, Epicentrum, там, DAC-ов, прочего-прочего, но самый крутой турнир – это International, с этим не поспоришь. Ой, блин, пропустил как Volkswagen, Li-Az. Так, что, куда едем? Прямо, не прямо? Айпад закончился. Очень печально. Ну, ладно. Будем ехать по проторенным дорожкам. Это все про меня. Видимо, молодой, горячий, без каких-либо... Без какой-либо ответственности толковой, да? Ну, тогда можно попробовать в FIFA поиграть. Выиграть, в принципе, 300к раз в полгода, но так уж плохо. Ну, это если есть, скажем так, предпосылки, скиллы надо, чтобы это сделать. Так, а кто еще будет делать? В плане, кто еще будет делать турниры по FIFA? Да на самом деле много кому стоит... Ну, не стоит, ладно, не то слово. Много кто мог бы делать. Ну, например, есть довольно много коммерческих турниров. Ребята организуют. У меня бокс в этом проблема. У тебя бокс в смысле, ты занимаешься боксом? Я думаю тогда, что это не особо проблема. Это же неплохо. Так. Разим. Налево, по-моему. Если здесь кирпич, то да, очевидно. Что значит у меня бокс в этом проблема в России? В смысле... А-а-а, Xbox One! Я просто Sony Boy, поэтому вообще не приветствую наличие у кого-либо Xbox'а. А у нас не развита эта платформа и все турики на PS. Да, факт. Но, в принципе, мне кажется, если честно, не особо большая разница. Я играл на боксе, на PS'ке. Ну, геймпад разве что, к нему нужно привыкнуть. Это да. Но я вот, например, на ПК играю... Ну, я долгое время на ПК играл. До 17-й, по-моему, или до 18-й даже, в FIFA. И... Играл на... У меня геймпад на комп от X360. Так, куда меня ведет навигатор? Я что-то не могу понять. Сейчас, секунду. И вот туда. Нет. Очень странная история. Мне просто нужно налево сейчас повернуть. И я такой, оп, типа, и выведу. Или нет. Или да. Играли мы с тобой на ПК, помню. Но... Я вот не помню, но... Вполне возможно, да, было такое. Зачем смотреть про футбол, когда можно смотреть настоящий футбол? Блин, на FIFA это чуть другое. Там другая динамика, другой темп. Настоящий футбол, он... Это вот разница киберспорта и спорта. Настоящий... Что такое настоящий футбол? Вот я, типа, прихожу, смотрю один матч, трачу на это, там, около двух часов, суммарно, да? Там, с подготовкой, со всеми делами, там, с послевкусием. И все. А киберспорт, это ты приходишь, и у тебя, ну... Как бы, типа, бесконечное количество игр. То есть, в принципе, ты с утра до вечера можешь смотреть. Там, отойти отдохнуть, потом прийти опять посмотреть. В футболе в теории тоже можно на выходных. Видишь, там, куча чемпионатов идет, можно параллельные матчи какие-то смотреть. Но... Как бы, FIFA это другой темп. Это то, где ты можешь прийти на 20-30 минут, и у тебя, в принципе, там, решится исход какой-то серии. Сразу несколько матчей пройдет. Ну, хотя там тоже есть свои минусы, конечно. Одинаковые игроки, одинаковые команды, в зависимости от режима. Это бредовенько, будем честны. Господи, почему так хочется спать? Кстати, Бист, как мы играли с тобой? Кто выиграл? У меня теперь даже интересно. Уж не ты ли? Ха-ха-ха. Так. Нет. Чего ты мне рассказываешь? Старт. Начал руководство маршрута. Маршрут. Сброс навигации. Маршрут. Избранный. Белоруссия сейчас стоит. Россия. Москва. Москва. Это было либо в 14-й Фифе, либо в 16-й. Очевидно, потому что в 15-й ты не играл, да? А, даже не было. Дмитро. В. С. Дмитровское шоссе. 27. Парапис 1, неважно. Окей. Окей. Сохранено как рабочий адрес. Отлично. Сохранено. 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 Шесть вид. Блин, как читается твой... Твой никнейм? Б.Вид. Шесть вид. Руководство маршрута. Алло. Привет. Привет. Поверните налево на Русаковская улица. Короче, был ивент World Cup 2014. Слушай, ну это очевидно... Это была вообще FIFA World, мне кажется, нет? В игромании еще. И вроде бы игромания стримила FIFA World, но тут там было, насколько я помню, вроде мы играли. Шесть вид, в принципе, без разницы. А что значит шесть вид? Интересно. Да, я все вспомнил. FIFA World это была, мы там собирали сборную России. Был у меня такой челлендж. Как раз тогда система фут только стартовала, только настраивалась. Сегодня какой-то скучный стрим получается, наверное, из-за того, что кто вот не в курсе, кто может быть только подключился, я должен был запуститься в 12 часов. Без 5.12 я сел в тачку, начал запускать стрим. У меня, короче, все слетало, плохо работало. Ну и в итоге у меня прям дизмораль началась. Но в 16-й товарку играли точно. Тоже на ПК, очевидно, да, через Origin. Ничего не значит. Шесть вид. Просто так вот, типа. Какой никнейм придумать? 17 кир. Будет никнейм 17 кир. Как это получается? Короче, я пытался запустить стрим. Почему я такой унылый? Во-первых, я хочу спать. Во-вторых, я пытался запустить стрим. У меня сначала вылетало приложение. Потом я ребутнул, запустил. У меня звука не было. Я уже успел проехать немножко, заправиться. А потом я запустил. И показывает, типа, что я типа онлайн. Зрителей ноль. 10 минут я так подождал. Доехал до заправки. Я, собственно, заправился. Потом завершил стрим. Посмотрел. Поворачиваем налево, пацаны. Посмотрел, что у меня не сохранилась запись. Соответственно, стрима как бы и не было. Я такой, ну окей, все в дерьме. Ребутнул еще раз телефон. Запустил стримчанский два раза. Две попытки. У меня не было звука. Все было плохо, короче. И я прям задезморалил. Поэтому такое, типа, уныние происходит. Но вы прям меня поддерживаете. Спасибо, что пишете в чатик. Это приятно, прикольно. Так. Чапова. Спрашная. Не буду переезжать. Тут, где камера. Мне интересно, почему в ФКФ бросили турниры проводить годные. Кроме вот этих весенних, зимних лиг, ничего. В ФКФ это, в смысле, федерация киберфутбола. Ну, во-первых, вот это ФКФ это очень странная организация, которая непонятно как живет, если ты про ФКФ. Потому что есть ФКС, это Федерация Компьютерного Спорта. Она тоже проводит турниры по ФИФЕ. Вот. ФКФ вот так же проводит, тоже называет чемпионат России. У нас, короче, такое разброт и шатание. Дикий запад, короче. Да, турниры по ФИФЕ. И вот ФКФ делает это не официально, а ФКС, Федерация Компьютерного Спорта, даже звание выдает. Делает официально и призовые фонды хорошие выделяет. На меня уже это ФИФА калит, не могу играть. Почему? У меня тоже бывают периоды, когда прям тошнит уже. Но я, кстати, пару недель не играл в ФИФУ. Вот. Ну, почему у тебя это происходит? Про ФКФ, где Сашинский. Да, я понял. Ну, Юра, мне кажется, уходит сейчас больше времени на коммерческие проекты. Вот. Плюс как-то у него там репутационность среди игроков. Он просаживается в последнее время. Из того, что я слышал, общался с ребятами, по крайней мере. Вот. Мы сейчас недалеко с Йота-арены играем в футбол в реальный. Там прухабовцы, айтишники ЕСФОРСовские, из ФКС пара человек. Еще кто-то. Ну, конечно, там сбор... Собираемся, там такой сбор человек десять. Ну, сколько? Самое маленькое было, по-моему, шесть. Самое большое в районе восемнадцати. Вот. И когда как раз много народу, то там приходит Хан Блабеков играть. Здесь я... Кто еще? Антон Клинов, Роберт был один раз, Суфенок. Ну, конечно, прикольная движуха. Я, правда, сам всего один раз сюда пришел. Вот. Ну, забавно побегали так. Я был удивлен, насколько фиферы не умеют играть в футбол. По крайней мере, на примере Хана. Он прям слабенький. Хилич, привет! Рад видеть. Рад, что подключился. Давайте общаться. Что еще? Задавайте вопросы. Мне как-то прям не прет рассказывать. Я уже... Еще раз повторю, что у меня сегодня стрим очень сложно запускался. Минут сорок суммарно я потратил на то, чтобы это случилось. Вот. Головин завтра проходит медкомиссию в Монако. То есть это еще не свершенный трансфер, да? Любопытно. Любопытно. А я хотел с ним встретиться. А тут он в Монако уедет и не встречусь. Очень жаль. Он же, наверное, сейчас, если пройдет, сразу и уедет туда. Блин, вот кайф, конечно. Теннис смотришь. Сейчас турнир в МСК проходит. Если честно, теннис я вообще не понимаю, как можно смотреть, комментировать. Мне кажется, еще более уныло, чем смотреть. Мне вообще не нравится теннис. Ну, то есть это очень субъективная тема. Я понимаю, что есть люди, которым нравится, которым может... Которые получают удовольствие. Может быть, это интересно, но... Мне прям как-то очень тяжело смотреть. Я пытался... Кубок Кремля, когда там еще кафельников, по-моему, с Сафином играли. Ну, вот примерно тот период. Это когда начало нулевых, середина. Так, Писта, 15. Ах-ах-ах-ах. Это насчет Тахана, наверное, да, мой комментарий. Ну, я как-то рассчитывал, он такой, типа, спортивный парень, но он, видимо, борцуху больше. Футбол слабенький. Ну, вообще, вот там, из всех, кто собирается, так себе. Хотя вот я с Робертом не играл с Уфенком, говорят, он хорош именно в реальный футбол. Любопытно было бы скатать, посмотреть. Это формальности. Он вернется в субботу или в воскресенье у сборной встречи с Путиным. Блин, ну я вряд ли в субботу или в воскресенье так быстро смогу организовать себе встречи с ним. Я просто хотел, может быть, какой-нибудь контент с ним записать. Он же дотер, каэсер, типа, это прям забавно. Интервьюшку записать, что-то в таком духе сделать, мне кажется, было круто. Вообще, у меня сейчас столько мыслей насчет интервью, насчет форматов всяких. И мысли в основном унылые. Если раньше как-то я прям горел идеей что-то делать, сейчас как будто перегорел. Особенно, когда Машка, Марпл, сделала формат. Ну, она не то, чтобы меня его украла, в смысле, вообще не крала, это лежит на поверхности. Я хотел делать подобные штуки два года. Вот то, что делает она, типа, такие профайлы игроков раскрытые, где там берется интервью в различных обстоятельствах о куче, как бы, жизненных моментов общения, не только об игре. Вот. И я просто настолько тюлень, видимо, что я долго думал, 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 а надо делать. Типа, не надо думать, надо просто делать. И вот Машка сделала это очень круто. Я прям с завистью смотрю, ну, с такой, типа, завистью в духе, даже не завистью, а с укором к себе. Типа, какого хера дебил, блин, мог делать такие темы в конце 15-го года. Вообще, прям нормально делать. Но, там, часть обстоятельства... Я не очень люблю пинать на обстоятельства. Вот в данном контексте точно это я сам просто, типа, все пустил на самотек. И сейчас, как бы, делает то же самое. Да, Вилат вот делает то же самое. Он там записывал с Artstyle, по-моему, подобный видос. Но это же вообще прям, прям вообще безвкусия. Типа, нахер так делать, я не понимаю. Нужно как-то по-другому подходить тогда к этому, что ли. И вот я пока не могу придумать, как по-другому сделать то, что я давно хотел. Не знаю, может быть, придумается, может быть, получится. С другой стороны, киберспорт вообще сильно ограничен в аудитории. То есть, у Маши вряд ли получится выйти в ближайшие, там, чуть ли не годы за 500 плюс к просмотров. А это довольно мало по меркам Ютуба, к сожалению. С другой стороны, тоже деньги приносит. Как бы у нее очень крутое соотношение подписчиков к просмотрам. Не знаю. Возможно, нужно перестать думать и надо начать делать. Вот это вот могла бы быть интересная история. Начать делать что-то. А не сидеть и размышлять. Мечтать, прикидывать. У меня есть пара интересных идей, они не связаны с интервью, они связаны с играми, в том числе с мобилками. Хрен его знает. Может быть, начну делать рано или поздно. Для себя, а там посмотреть, как пойдет. Ну, с другой стороны, вот я сейчас стримлю на 10 человек. Видимо, аудитории не так сильно это нужно. Так, интервью хотим в Дудь 2. Кстати, момент любопытный. Я задавал вопросы про папки до того, как это стало мейнстримом. Я помню, как меня, извиняюсь, хуесосили в комментариях, когда я у Рамзеса, у Afterlife, когда они в Team Spirit играли. И, блин, это был январь 16-го года, за год до того, как Дудь стал делать свои интервью. Потом этот, господи, с кем же там еще было? Ну, с Рустамом, с Адекватом, из Na'Vi был Дитяра, Дима Мининков. Короче, ну, там много разных людей. Про деньги я их спрашивал в том числе. Это был про уровень. Такая серия программ, можно найти в интернете. Ну, это просто интервью в формате Дудя, не так, как Машка делает. Вот. И там спрашивал про бабки, меня прям так хуесосили. Прям, вот прям жестко в комментариях. А потом через год Дудь стал делать то же самое. Головин фан Артаса. Че? Да ну нахер, серьезно? Теннис еще более-менее, другое дело гольф или бильярд. Смотреть. Хуже, чем ебли-мух. Ну, крутое сравнение. Ебли-мух, кстати, даже интересно стало. Бильярд я смотрел пару этих трансляций. Не очень интересно, честно, правда, согласен. Прикольно, когда трюки всякие делают. Головин и Дзюба в инстаграме нормально отвечают через личку. Ну, это в любом случае нужно с прессой согласовать. В смысле, а ты реально общался с Головином и с Дзюбой в инстаграме в личке? Сколько же им народу-то пишет, особенно после чемпионата мира. Там вообще досвидос. Так. Головин... Это я уже прочитал. Я недавно начал смотреть из-за ставок на него же. Мне интересно болеть на того, на кого поставил. А вот комментировать, да, сложно и неинтересно. Это про теннис, видимо, да? Ставки вообще крутая тема в том плане, что ты можешь сделать интересным любое зрелище. Ну, кроме того, где нет соревнований. Типа, фильм интереснее не сделаешь, поставив на него. Хотя, наверняка тоже есть какие-то ставки, там, типа, какой герой умрет. Но это еще до того, как фильм вышел в прокат. Ну, там, условно, вселенной Марвел, типа того, там, Игре Престолов. Сейчас же наверняка делают ставки на что-либо в Game of Thrones. И... Вот мне интересно смотреть, когда я делаю ставки на киберспорт. Но пока это не в каких-то беттинговых конторах, а просто так, типа, с чуваками, там, скидываемся на какие-то события ставим. Ой, какой грустный поворот на Дмитровское шоссе. Серьезно? Мы в дерьме, пацаны, мы в дерьме. Мы в полной куче дерьма. Так, ну ты же делал интервьюшки на канале Virtus.pro. Да, это было давно, это был не мой личный канал. Интервьюшки, очевидно, были не такие прикольные. Я хотел как раз по-другому делать, профайлы снимать. Но, ну, как бы жизнь сложилась так, как сложилась. Типа, надо просто пытаться что-то еще делать. Возьми первым интервью Папич, и будет минус Маша. Ну, здесь фишка в том, что я не хочу, чтобы была минус Маша. Мне нравится ее контент, он, правда, классный. Хочется просто, ну, типа, это был очень близко к тому, что хотел делать я, но не появись Маша, не факт, что я бы стал это делать. Поэтому, типа, no offense, как говорится. Фишка в том, что хочется делать другое сейчас. По поводу интервью с Папичем. Были чуваки, которые брали интервью у Папича. Дядя, куда ты едешь? А, я понял. Просто ремонт дороги. Были чуваки, которые брали интервью у Папича. Я не помню, как называется канал. Там еще был чел с ником Rootboy. Вот, нет, не Ваня Rootboy, который Охра, он же бэкокалист Оксимирона. А просто Rootboy и канал этот, Enclave, по-моему, он назывался. Они сделали часовое с Папичем интервью, съездили к нему. Причем, вот это было где-то года полтора назад, до того, как Маша начала делать видосы. Может быть, прошлым летом, типа, год назад. И было в таком же формате, но сделано намного менее качественно. То есть, у Маши супруг Женя, мистер Марпл, он, конечно, монтирует очень круто. Вот. И у Enclave было сделано это достаточно топорно, и при этом там был Папич. Ну что, не взлетело. Тебе надо соколы киберспортивными челами популярными делать, а вообще топовый контент в шоу Иры Чесноковой. Бар в большом городе не смотрел. Нет, не смотрел, кстати, интересная тема. Блин, если не сложно, можешь мне в личку, пожалуйста, в ВК написать? Я прям вот прочекаю операторы, новости что-то снимают. Вот. Прям очень интересно было бы посмотреть Иры Чесноковой. Ну и там, соответственно, цифры тоже должны же быть. Стрим, кстати, называется «Работа в киберспорте». Мы уже про работу не совсем в киберспорте разговариваем, причем в формате дискуссии. Если про работу в киберспорте я могу что-то рассказать и посоветовать, то сейчас такое уже, наоборот, вы мне советуете и подсказываете. Я имею в виду как раз футболистов из шоу Биза Челов. Ну вот, например, у нас была маза поехать на нашествие, снимать там контент. Ну, в итоге мы отказались от нее в пользу другой истории. Вот там можно было поговорить. Ну, опять же, типа, какой контент делать не для киберспорта, а типа для себя, своими силами на свой канал? Ну, так это уже как бы есть у Дудя. То есть в чем тогда будет отличие от Дудя того же? В теории как бы можно было, но помимо Дудя есть еще много людей, которые делают подобную штуку. И они как бы не так популярны, как Юрий Дудя. Вот. Типа, как-то должно отличаться. Повторяться прям совсем не хочется. Я имею в виду как раз футболистов, да, это я прочитал. В Дудь проект Ничай, Ничай Фифер, ужас. Если честно, я эту тему не очень понял, кто такой Ничай. Мне казалось, В Дудь это проект Дудя. Ну, в смысле, Дудя самого. Если, ну, то есть, пораскрой, пожалуйста, кто такой Ничай, и что значит Ничай Фифер, и почему это ужас. Но просто про деньги мало кто отвечал. По крайней мере, мне это не запомнилось. Ну, с Рамзесом я точно помню, мы общались, и он говорил, я не говорил, точнее, я не спрашивал про конкретную зарплату, а если ты про уровень, а про соотношение. Типа вот там, во сколько раз больше ты зарабатываешь своей мамы? Там, что-то в 30 раз, по-моему, Рамзес назвал. Просто киснет, вообще, супер жестко. Франция в финале принесла мне 400 рублей, потом я их ебал. Ну, вопрос не в заработке, вопрос просто интересы поднять. Просмотром. Ну, блин, финал чемпионата мира можно смотреть с интересом и без ставочки. Как бы это такое событие, нечастое, скажем так. Фразочки Артаса в инсте от Головина залетают. Серьезно, блин, это полное дерьмо. Я очень надеюсь на то, что Саша, Головин в смысле, очень, ну, такой нормальный человек, потому что быть фанатом Папича, использовать его фразочки и... Ну, Артас, это же Папич имеется в виду, да? Ивол Артас. Типа, быть фанатом Папища, быть нормальным человеком, пока у меня вот равно не встает между двумя этими понятиями, признаюсь честно. Сложная тема, короче, очень сложная. Про ВП уже был рассказ. Привет, кстати, Гиннер. Про ВП, кстати, рассказа не было. Это, типа, анонсированный со вчера, да, наверное? Рассказ про Виртус Про, целая отдельная тема. Сейчас мы точно уже не успеем, потому что я практически подъехал к Арене. Попробуем сегодня вечером, хотя когда сегодня будет этот самый вечер, я пока, если честно, не знаю. Гиннер, мы тут Головина обсуждаем, если что. Конклейв брали интервью у Папича, получилась хуйня. Почему? Типа, ну, то есть... В чем хуйня? Монтаж там дерьмовый, да, это правда. Так, ну вот, пожалуйста, та же... Там у них начало затянутое, и в целом монтаж дерьмовый. Им нужно было сразу вот с соли заходить, чтобы удержать зрителя. Я полностью, по-моему, даже не досмотрел, но почему хуйня-то? Ну, то есть, чем это интервью хуже других интервью, там, той же Маши? Вот с точки зрения именно интервью, не технической составляющей. Ну, 400-500 просмотров он собрал ролик с Папичем. Да, и все, и дальше. Ну, то есть, вот они взяли интервью у Папича, дальше они взяли интервью еще у кого-то, оно собрало там что-то... Тысяч 50, по-моему, если не 15, если не 5 вообще, и все, как бы, и чуваки перестали делать. То есть, здесь тоже важно выходить на постоянку. Вот я сейчас постоянно стримлю. У меня сколько? Уже 9 подписчиков прибавилось. Было 2303, даже 2302. Сейчас 2312. Нет, 311. Ну, да, получается 9 человек, да, с 302 до 311. Вот. Постоянство. Постоянство, регулярность в выходе. Надо вот еще по-хорошему расписание составить, но я попробую, чтобы каждый будний день выходил у меня стрим в 12.00. А там посмотрим, может быть, с чего-то... Ну, вот я, например, очень хочу обозревать мобилки, потому что я безумно много играю на телефоне, на планшете, и контента, по сути, нет. То есть, я искал контент, как выбрать нормальные игры. Ну, там, типа, обзор какой-нибудь именно мобилок. Мне не интересно мобилки там в двухминутном кусочке 20-минутного ролика в условной игромании в конце где-то. Вот просто обзор мобильных приложений, игр в формате стрима, в формате нарезанного ролика четкого. Посмотрел, вот это вот можно покатать, это, типа, не стоит. Там же постоянно... Там такая мусорка, пипец. Если раньше ценной была информация, то сейчас ценность обретает сортировка и классификация этой информации. И вот я не нашел такого контента. Возможно, это неплохая ниша, в которую стоит уходить и делать контент как раз-таки. Ну, я все равно разгребаю кучу дерьма в поисках крутых игрушек. Типа там, ну, из очевидных вариантов Вейнглори. Сейчас вот я в Гансов Бум залипаю. Реально крутой шутер, прикольный. Отчасти простой, с другой стороны, вот, что от мобилки нужно? Зашел, пять минут потратил, выключил и как бы кайфанул. Круто. Вейнглори. Ну, Вейнглори говорил. Скор, мать, сейчас играю футбольчик. Пес недавно установил. И что-то как-то немножко разочаровался. Они тоже фри-то-плей сделали какое-то дерьмо в систему. Лучше бы продавали бы его рублей за 200-300. Я думаю, у них продаж было бы просто тонно. Так. С не киберспортивными селебами про киберспорт говорить. Вот что я имел в виду. Вот, Хилищ, да. Я сейчас попробую быстренько чатик догнать. О чем? Типа, киберспорт это такая нишевая история по-прежнему. Вот о чем можно поговорить, например, с Лу, солисткой группы Луна. Вот, у меня была бы маза, если бы я поехал на нашествие поговорить с ней, там, с Сашей Васильевым, с Тэмом из Люмин. Кто там еще на нашествии выступает? Ну, с кучей людей, типа. Прийти такой, типа, чуваки, привет, давайте поговорим про киберспорт. Они такие, что, бля? Типа, что такое киберспорт? Это вот мы в нем варимся, и мы такие, киберспорт, на самом деле, всем насрать вокруг на киберспорт. Ну, огромному количеству людей пофигу насрать, или они к нему относятся. Ну, то есть, нет такого, что, типа, прям ненавидят. Ну, просто пофигу, киберспорт это очень нишевая история. Про игры поговорить, да, это можно было, потому что я думаю, что играют практически все, там, кто-то в консоли, кто-то на ПК, кто-то вот в мобилках, как я сейчас рассказывал. И про игры в жизни людей поговорить было бы интересно, но настолько ли это было бы ярко и вызывающе, как интервью Дудя, очень спорно. То есть, пришлось бы все равно какой-то микс делать из обычного интервью и интервью про игры. Вот. Про киберспорт я не вижу возможности разговаривать с людьми, которые вне киберспорта, собственно. То есть, вот с главиным можно поговорить. Катаешь в дотку, а что там, киберспорта смотришь, а с кого болеешь? КСик, то же самое. Можно было там, вот Ваня Лазарев сидел тоже вчера здесь в чатике с нами, баскетболист, профессиональный, играет на свитче, смотрит доту, катает в доту. За кого болеет? Ну, очевидно, за Virtus.pro, насколько я помню. На право, а затем на право. Да, спасибо, все, мне уже не нужно здесь показывать, рассказывать, я уже все знаю. Вот. Типа, так можно было бы поговорить про киберспорт в другом, в других, как бы, рамках, с другими людьми, мне кажется, это вообще нереально. Артем Нечаев, он на Match TV еще работает. А почему он фифер и... Вообще странно, чувак работает на Match TV, и вряд ли. В Дудь это проект чувака, кто работает на Match TV, мне кажется, что Дудь... Ну, типа, либо он уже не работает на Match TV, потому что там бабок-то нормально приносит всем, я думаю, кто участвует в проекте. By the way, бывшие фиферы, мистер Макс, не мистер Макс, мистер Макс это дюк, который делает видосики, типа, короче, детский YouTube, детский контент, а это GoodMax, Максим Гутник. И еще какой-то чел ведут официальные YouTube-каналы, блоги, челленджи, футбольные и так далее для ЦСКА, но вот GoodMax как раз у ЦСКА, у Зенита я не уверен, что есть какой-то блогер, есть Ставр у Локомотива, у Спартака был кефир, но они вроде перестали. Вот. Короче. Ну, они не бывшие фиферы, они до сих пор ведут свои каналы, и по фифе в том числе, и вот с Максом мы хорошо знакомы, с тем же Серегой Никифоровым, с кефиром тоже общаемся относительно регулярно. Гиннер, спасибо за Сашку, 30 миллионов важнее, там уже нового Головина подписали, держи в курсе, за 30-ку отдал все-таки, можно было подороже, пойду в Доту поиграю, всем спасибо. Бист, пока, если ты еще здесь, где смайлы и иконки для сабов, где партнерка? А-а-а, на 10 зрителей, какая партнерка, хилочь? Будет. Ну да, она особо не занята, эта ниша, можно снимать. Головин болеет за Артаса. Бист, хватит разрушать мое представление о Головине, как о хорошем человеке. Да все футболисты сейчас играют в Fortnite, CS, Dota, ну PUBG еще, Ваня Лазарев, выходи, даже Джей Молчаливый Боб сейчас в форточку играют, Джей Мьюз и Кевин Смит. У Зенита есть Гена Миллер, Зенита похуй на киберспорт. Зенита похуй на многое, мне кажется. Хотя ЦСКА, насколько мне известно, уважаемый Гиннер, вы тоже не так, чтобы сильно платите своим киберспортсменам. Давайте, на зарплатку их сажайте уже. Мне тоже охуенно хуенно. Я ему этот больной по панистер. Ну вот надо познакомиться с Головиным, короче, и задать ему этот вопрос. Для этого, правда, нужно очень круто подготовиться к интервью. Ладно, посмотрим. Все, я пошел работать, Гудмак зато похудел. Видели как? Да, супер жестко. А, ты про то, что ты ему не платишь, и он похудел? Типа, так это работает, да? Все, я побежал работать. Спасибо большое, что были на стриме. Сегодня по времени не сориентирую. У меня вечером одно очень крутое мероприятие. Посмотрим. Вот, ну, собственно, да, бист. Если будет интервью с Головиным, обязательно спрошу. Покидайте мне ВКонтактик, может быть, Александр Хитров, у меня там даже галочка есть. Какую-то инфу интересную. В плане вот это бар. Блин, Ира Чеснокова. Бар в большом городе, что-то такое. Напиши в инстаграме головину и дзюби. А, вот, уже скинул ссылку, спасибо, нашел. Напиши в инстаграме головину и дзюби. Надо на них подписаться для начала. Вот. И потом написать. Но мне кажется, что это все равно через пиар-департамент. Ну, типа, с ЦСКА можно договориться. Вот у нас Гиннер в чате сидит. Плюс я знаю Лену Малахову, которая работает в ЦСКА. Головин в Монако. Ему не до вас, боюсь. Да, да, боюсь вот как раз-таки, что он ушел. Ему прям, мягко говоря, не до нас. Посмотрим, посмотрим. Может, срастется что-нибудь в межсезонье. Ну, поглядим. Все, ладно, я побежал работать, мутить движуху. Давайте. Пока-пока. Продолжение следует...